В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошел самый главный турнир планеты по бодибилдингу «Олимпия». Вы наверняка следили за борьбой на сцене в Лас-Вегасе. Как бы вы прокомментировали шестерку лидеров? Не кажется ли вам, что Филу Хиту не совсем заслуженно достается первое место уже в шестой раз? В принципе, по первой шестерке вопросов нету как таковой. А все, кто попал в топ-6, в принципе, это заслуженно. То, что касается Филу Хита, в общем-то, да, форма была не самая лучшая, особенно если брать низ, ноги. Вверх еще как-то куда более проработанный, ноги залиты. Здесь, да, здесь я согласен, это «Олимпия» не его. Многие не совсем согласны с шестым местом рули Винклара. Какова ваша оценка его формы и выступления? Ну, у него еще, будем так, все впереди, вот, в Винкларах. Поэтому, если он будет прибавлять, в смысле не мышечной массы даже, а просто в смысле проработки. Имя себе заработал, естественно, на следующей «Олимпии», если он будет выглядеть еще чуть получше, естественно, он будет выше местом. В Америке это не Россия, там нормальное, честное судейство. Да, есть одно-два места где-то нужно было переставить, вот, но, в принципе, в топ-6 это нормальный результат. Нужно было, да, убрать, если будем говорить так, если сдвинуть первое место, Филхита убрать на третье, четвертое даже место, то нужно было остальных тоже сдвигать чуть вперед. Леврон на 16-м месте. Это, по-вашему, объективный результат? Или все-таки он был достоин того, чтобы оказаться хотя бы в десятке? Изначально говорил, если Леврон попадет в топ-10, это хорошо, даже если в топ-12 попадет, это будет великолепно. 16-е место, это его, как мы говорим, с птичьими ногами соревнований не выигрывает. И что касается ног у Леврона, можно сказать, их не было. Поэтому это его место. Здесь все правильно, все объективно. Здесь нужно было готовиться, готовиться нужно было. Ну, у него всегда как бы с ногами. Когда он еще выступал, в те времена объем тех ног, которые у него были, этого было достаточно. Сейчас нет. А чем лично вам запомнилась нынешняя Олимпия? Ведь, по сути, кроме возвращения Леврона, в этих состязаниях не было ничего особенного. Запоминающегося. Или я ошибаюсь? Единственное, опять же, говорю, да, она может запомниться еще возвращением Леврона и отсутствием Кай Грина. Вот все. Если бы был Кай Грин, даже не в самой своей лучшей форме, то, я думаю, здесь он мог филхита сделать. Вот, поэтому... А так обычно, как всегда, хорошая организация, хорошая сцена проведения на высшем уровне, как всегда. Вот, но обычно, как бы, да, здесь, в общем-то, таких, как бы, что-то такого сверхъестественного не было, допустим. Когда первый раз появился, там, Доргейтс, первый раз на Олимпе в 92-м году, это было, это было какой-то там фурор произвело. Да, вот. Здесь, в общем-то, все самые... Выступали практически все самые лучшие. Топ-10 это, как бы, да, это нормально. Все остальное, все, что ушло за топ-10, это... Еще надо добавлять и добавлять ребятам. Вы следили только за выступлением бодибилдеров или все-таки нет? Я имею в виду, как бы прокомментировали очередную победу Оксаны Гришиной в фитнесе. Она всегда в хорошей форме. У нее великолепная произвольная программа, да. Произволка, она вообще бьет всех напрочь. И, опять же, не потому что судим так удобнее выбирать из того, кто уже много раз побеждал. Нет, просто нет других пока, пока вот с точки зрения Оксаны Гришиной, там нет других, в общем-то, конкурентов ей. Вот. У Фила появились. Фил Хитес избрать бодибилдеров. У Оксаны, да, там кто-то там рядом с ним стоят, но еще пока не настолько близко, насколько это возможно, обыграть их. Вот и все поэтому. Здесь все нормально. Судьи никогда не делают в Америке, мне удобно так, а вот так вот мне неудобно. Нет, они судят действительно, как бы там объективное судейство. Там любимчиков нет. В этот раз на Олимпии было как никогда много спортсменов из России. Денис Гусев в категории «Мэнс-физик» и Екатерина Шохина в бикини. Как вы оцениваете их выступление? Я их не смотрю, бикини мне неинтересны. Для меня это то же самое. Там зайди в любой стрип-клуб, там достаточно девчонок, которых можно выпустить на сцену вместе с бикиняшками. Это первое. Что касается опять Дениса Гусева, для меня еще раз, и я опять повторюсь, да, этим ребятам нужно сниматься на журнал «Мод». Вот и все, соревноваться. Пусть они там с хорошим лицом, с красивым прессом, с небольшой, не то что небольшой, с маленькой мышечной массой. Вот. Так. Фит. Вот. Ребята фит. Пусть они рекламируют одежду, ходят по подиуму, рекламируют. Вот. Дольче Габбана, там еще кого-нибудь, одежду. Это как раз для них. Вот. Потому что, я говорю, если бы я, если даже я возьму, да, сейчас вот новое направление, вокаут, да, вокаут. Ну, ребята такие же подтянутые, жилистые, подтянутые, да. Мне даже, мне более интересно смотреть было бы, если бы сейчас были, если бы эти включили соревнования вокаут вместо пляжников. Почему? Потому что там ребята на брусьях, на турнике творят такие вещи, да, на одной, на одном шесте такие вещи вытворяют, что это, ну, там и силы как бы есть, и жилистые все, и тоже в хорошей форме. Вот. Великолепные. Подсушенные, стройные, сухие. Вот. Поэтому, как бы, за ними даже бы интерес смотреть. А это так, что? Красоту пляжных трусов, что ли, смотреть? Поэтому как? А то, что многие рвутся, сейчас стало много русских выходить на про-турниры. Ну, опять же говорю, сейчас очень легко, 15 лет назад, 20 лет назад, получить карту профессионала было очень тяжело. Сейчас ее получают практически все, кому не лень. Вот. Это раз. Вот. Ну, и все считают, что если я сейчас как бы карту профессионала получил, то вот я сейчас буду как бы выступать на уровне. Это разный, разный уровень. Вот. Я имею в виду, я говорю сейчас о бодибилдинге. Это разница, это большая разница между любителями и профессионалами. Поэтому, чтобы выйти на профессионала, нужно быть на уровне. А что значит быть на уровне? Если ты выйдешь на 80% от того, как выглядит, я не знаю, там, в топ-10, то тебя никто в топ-10 не возьмет. Вот. Надо выиграть на 120%. Те, кто выйдут в топ-10, тогда ты попадаешь в десятку. Переоценивать себя, наши ребята. Вот и все. А потом обижаются, что у них там их заслуживает, что судейство плохое, что русский, там, иностранца там вообще не выиграть. Вот. Саша Вишневский об этом говорил, да, что там Федоров, там, еще там. Вот. Никто никого, никто не заслуживает, никто. Ребят, просто надо выглядеть достойно. Вот и все. Не важно, где ты живешь. Есть ли вообще шансы у россиян победить когда-нибудь на Олимпии? Ведь многие уверены, для победы на Олимпии нужен для начала американский паспорт, то есть гражданство. Да не нужно никакого американского паспорта. Я еще раз говорю, достойно надо выглядеть, вот и все. Ребят, вы хотите выиграть, значит, нужно вы, как бы, вы хотите побеждать топовых спортсменов, нужно выглядеть не на голову выше, а на две головы выше. Вот. Ну, опять же, когда я выступал, я сравню по себе, когда я выступал, да, я жил в Америке, да, я как бы, да, я был какой-то в этой тусовке, да, меня как бы, да, ну, опять же, но это не значит, что я там стал каким-то там любимчиком и все. Просто, когда я вышел, я был на две головы выше тех, кто стоял рядом со мной. Если взять того же Яна Харрисона, который через три недели после «Чикаго-Про» стал седьмой на Олимпии, а мне проиграл 19 баллов, я был четвертый, он был седьмой, и он проиграл мне, да. То надо понимать, какой был уровень на турнире, а вот, поэтому, говорю, я и, я бы надвигал выше многих, а вот, поэтому я попал одну очко от третьего места, как бы, да, на двух турнирах, вот, ну, опять же, говорю, Я говорю, нужно почитать культуристов на пальцах одной руки, кто сделал то с первых турниров, вошел сразу в топ, вот, поэтому, да, это, это, это очень редко, но, опять же, говорю, нужно выглядеть достойно, тогда, неважно, где ты живешь, в России, в Америке, в Канаде, тебя всегда заметят, вот. Вот, если ты будешь выглядеть, как все, то, конечно, дадут место выше, получат место тот, кто уже много лет на глазах, естественно, американецам. Американец, канадец, там, не важно, кто там, да, там, Спорта, Рика, Тринлигик, там, или еще откуда, да, или Триндата, Табага, как Дарим Чарлз, вот, неважно, отдадут им место. Ну, вот и все, если ты будешь выглядеть, как все остальные. Субтитры создавал DimaTorzok